Особое внимание в последние годы уделяется увеличению видов ремесленничества, обеспечению занятости населения, повышению их заработка. Важным программным документом в этом направлении стало постановление о мерах по созданию микроцентров промышленности, ремесленничества, надомничества и животноводства в Махалях. Один из таких открылся в Шахрисапсе. Шахрисапс. С незапамятных времен известен как город ремесленников. Гуляя по древним улочкам, невозможно пройти мимо мастерских, где представлено все многообразие традиционного искусства. Традиции этих ремесел передаются из поколения в поколение. Благодаря вниманию со стороны государства мастерам оказывается всяческая помощь. Сегодня в Шахрисапсе также создана школа вышивки и рокэ, и классе шахрисапские ремесленники. В результате развития надомного труда постоянной работой обеспечены 300 женщин. Для организации специализированного микроцентра ремесленников, созданного по поручению президента, было выделено 4 пустующих зданий, переданных ремесленникам на правах аренды через электронный аукцион. Этот центр объединил мастеров-ремесленников. До конца 2023 года запланировали открытие еще трех таких моноцентров. Следующий будет специализироваться на изготовлении национальных сладостей. По итогу будет трудоустроено еще 500 юношей и девушек. К тому же это будет способствовать увеличению потока туристов. Умида Зикрилаева занимается рукоделием вот уже 40 лет. За это время обучила более 100 учениц. Одержав победу на аукционе, установила в помещении швейные машины. Трудоустроила здесь 10 девушек. Традиции ремесленничества передаются нам от наших предков. Я мастерица в седьмом поколении. На аукционе выиграла одно из помещений в моноцентре. Теперь совсем не хочется сидеть дома, так как вижу плоды своей работы, своих учеников. По мере того, как и становится больше, увеличивается и объем производимой нами продукции. Помимо создания ряда возможностей для ремесленников, приступивших к работе в этом микроцентре, также установлены определенные требования. В частности, на основе традиции Устоз Шогарт, каждый ремесленник должен обучить преемников. К примеру, Надира Файзулаева, мастер, давший работу 30 женщинам и обучивший более 100 подмастерев, занялась изготовлением папье-маше и пошивом национальных костюмов в микроцентре. На льготный кредит в размере 33 миллионов суммах закупила 5 современных швейных машин и взяла на работу 15 девушек. Для подготовки учеников мастерам выплачивается субсидия в размере 3 миллионов 600 тысяч суммов, а для начинающих мастеров 7 миллионов суммов. Следуя традиции Устоз Шогарт, на обучение передали 300 учеников более 30 ремесленникам. Создание таких центров послужит не только развитию преемственности традиционных ремесел, изготовлению недорогих качественных изделий, но и увеличению доходов населения. Кроме этого, в данном центре на регулярной основе будут проводиться мастер-классы и выставки изделий ремесленничества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...